Последнее приготовление перед заселением в новую квартиру. Этот день Ангелине Дадаевой запомнится надолго. Студентка второго курса экономического университета, рано потеряла маму и с 13 лет воспитывалась под опекой бабушки. Сегодня она радуется тому, что стала обладателем нового и своего первого собственного жилья. Программа работает по обеспечению жилья и работает замечательно просто. В принципе, все устраивает, если он сделан, осталось просто мебель завести и все. Вместе с Ангелиной новое жилье получили 12 человек, который относится к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Ключи от новых квартир в торжественной обстановке ребятам вручили губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и глава города Елена Лапушкина. Вскоре новоселы переедут в жилой комплекс «Новая Самара». Домам в этом районе присвоен высокий класс энергоэффективности. Здания оборудованы котельными, что позволяет существенно экономить на отоплении. А сам комплекс расположен в экологически чистом районе и имеет развитую инфраструктуру – школу, детский сад, сетевые продуктовые магазины, кафе и аптеки. У вас появляется свое гнездышко, которое, конечно же, я уверен, доставит вам много радости. Здесь у вас есть возможность передохнуть и собраться с родными, близкими, создавать семя, растить детей. И знаете, в этом быстро растущем микрорайоне создаются для этого все условия. И новые школы, и детские сады, и больницу привели в порядок, и сквер. И, поверьте, здесь большие планы. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров пожелал ребятам ответственно относиться к новому имуществу, почаще собираться с родными и друзьями за общим столом и поздравил новоселов с новым жизненным этапом. До конца этого года в Самарской области планируется приобрести 591 квартиру для детей-сирот. Всего за пять лет в регионе свой дом обрели более 3600 льготников этой категории. Ольга Павлова, Константин Головин. События.